Ваш сценарий должен быть по методологии школы видеоблогеров «Таракан». Мы о ней говорили, она есть, она существует и вот этот пул вопросов – это самые важные вопросы в вашем видеоролике. Если вы в вашем видеоролике, независимо это, видеообзор или как правильно связать шапочку малышу, либо как правильно решить задачу, либо как правильно испечь пирог, либо как правильно поехать с семьей на отдых, если вы сумели ответить на эти семь вопросов, то вы уже сделали сценарий по методологии таракан. Что сие означает? Почему таракан? Перед вами картинка, это хороший мультик. Помните, есть мультик, называется «Ева Валли», да? Ну, мультик называется «Валли». И там была Ева, и там был Валли. Валли был на земле, Ева была на космическом корабле, который покинул землю с землянами, они там ждали, пока земля придет в норму. И вот на земле единственным другом у Валли был таракан. Почему? Потому что ученые, они зря говорят, что когда земля, ну, если что-то случится, то выживут мало очень особей, но тараканы будут точно. Так вот, ваш сценарий должен быть как таракан, ваш видеоролик должен быть как таракан, он должен выдерживать любые нагрузки и любые критики. Как этого добиться? Как мы задали себе вопрос и очень долго покупали консультации, спрашивали, беседовали, смотрели целую кучу видео, да? Но никто это внятно и понятно не рассказывает. Я знаю почему. Потому что те, кто знают, они в ютубе не тусуются, они снимают высокобюджетные фильмы и они в киноиндустрии. А те, кто в ютубе, им некогда сниматься и некогда учиться. Зачем? Первое. Что? Кто? Когда? Где? Как? И сколько? Это семь золотых вопросов. Если ваш ролик будет отвечать на эти вопросы, зачем? Зачем мне это знать? Что? Что вы хотите этим сказать? Что я узнаю после вашего ролика, да? Кто? Кто вы такой? Когда я могу это применить? Когда вы это узнаете, да? Где? Где я смогу это применить? Это, опять же, мы сюда вопросы поставляем условные. Как? Как я смогу это использовать? Сколько времени мне для этого надо? Сколько это стоит? Берем любой канал, ну не знаю, вот пальцем в небо, да? Семейный канал. И, допустим, у нас есть семья, которая желает путешествовать, желает снимать видео-влог. Ну, на этом зарабатывать, да? И она берет, делает сценарий по этом, по этой структуре. Зачем? Помните? Самое главное слово «зачем?», лист, который был вот здесь? Это самый главный вопрос. Зачем мне смотреть видео? Потому что, то есть, вы отвечаете. То есть, в самом начале, помните, там есть документальный фильм, они такие, ну, тын-дын-дын. А теперь более подробно, да? Вот зачем? Второе. Что? Что узнает зритель, посмотрев этот ролик? Что он решит? Что мы хотим ему рассказать? Что мы хотим ему донести? Дальше. Кто? Кто наш зритель? Кто мы такие? Кто еще будет, там, с вами, там, допустим, с нами еще есть дети? Когда? Когда мы поехали? Либо когда мы снимали? Либо когда вы сможете это применить? Где? Где мы снимали? Где вы сможете применить? И где вы были, там, пятое-десятое. Как? Как вам это может быть полезно? Как вы это сможете применить? И как мы это сделали? Тоже интересно, да? Видите, подставляете. То есть, в принципе, вся эта история про вопросы. Сколько? Сколько времени? Сколько денег? Сколько затрат мы потратили? Другой момент. Допустим, вот сейчас где-то, условно, в Грузии есть фестиваль вина. Ну, осень, поздняя осень, виноград, фестиваль вина. Круто! Грузия, это вообще сказочная страна. Но, тем не менее. Мы снимаем ролик. В этом ролике пишется сценарий. В этом сценарии мы должны ответить не просто на семь вопросов, а вопросов, может быть, семьдесят семь. Просто они звучат иначе. Они в этот шаблон заходят очень хорошо. Как это звучит? Допустим, фестиваль вина. Зачем мне это знать? Каждый год в такой-то деревне приходит, там, фестиваль вина, да? Вы на этом фестивале хотите попробовать ароматное вина, там, да? Гостеприимство Грузии, солнечное, там, пятое, вкусный виноград, там, там, хачапури, хинкали. Приезжайте, смотрите, да? Зачем вы туда поехали? Мы туда поехали для того, чтобы окунуться в атмосферу Грузии, посмотреть, там, пятое-десятое. Что? И это не один вопрос. А мы пишем, что я увижу, когда приду туда? И в сценарии вы забиваете, да? Что вас ждет? Вас ждет, там, пам-пам-пам-пам-пам. Вы увидите. Не обязательно в сценарии, там, штокать. Вы должны отвечать на вопросы зрителя. Потому что он, как бы, эти вопросы вам транслирует. А вы ему рассказываете, что его ждет, что он там поел, да? Что он там увидит, да? Кто? Кто есть на этом фестивале? Кто ты такой? Ну, кто мы такие? А вообще мы путешествуем по Грузии. Мы решили сделать канал о Грузии и путешествуем по Грузии, ищем интересные места. На этом фестивале кто? Кто еще присутствует на этом фестивале? На этом фестивале, кроме виноделов, присутствует правительство, там, Грузии, там, пятое-десятое, сыры, мед, там, варенье из шишек, там, все что угодно, там, да? Опять же, когда? Мы говорим дату, когда происходит этот фестиваль. И, опять же, да? Обычно эти фестивали проходят, там, последние дни ноября, там, да? Последнюю неделю, по субботам. Но, если суббота и воскресенье, или только суббота, тоже важно. Когда? Желательно приезжать с утра. То есть, вы раскрываете полностью вопрос на этом варианте, чтобы человек, посмотрев ваше видео о этом фестивале, знал о нем все. Но, если вы не идете по структуре, то вы вообще начинайте плавать. Вы попробуйте по структуре это рассказать и без нее, да? Когда лучше всего приезжать? Вы говорите, а лучше всего приехать заранее, потому что фестиваль начинается в 12 часов дня. Но, если вы приедете к 9, вы уже обойдете, возьмете, там, пятое-десятое и не забудьте, где переходим, да? Взять небольшую карту, чтобы не забудь, потому что фестиваль проходит там-то и там-то, в деревне, там, четвертый, там, это, налево, там, пятое-десятое, где можно переночевать? Потому что это нормальный вопрос, то есть, от посетителей, да? То есть, ну, там, люди, я приехал за рулем, я хочу выпить хорошего грузинского вина, я бахнул, я не хочу ехать за рулем, мне сразу там пахнет, да? Соответственно, и, то есть, я не езжу пьяный за рулем, да? Поэтому, где можно переночевать? Где можно оставить детей? Есть ли детские площадки, да? Как? Как туда добраться? И дальше, сколько времени? Сколько стоит билет? Сколько брать с собой денег, да? Сколько там, вот, отвечаете на вопросы? Теперь, внимание, очень важное замечание по этому всему. Если вы сейчас откроете и поищите, допустим, обзоры фестивалей, то вы увидите трэш, который часто вижу я, там стоит Маша, там, девчонки, привет, я Маша, я на фестивале вина, тут классно, сейчас пойду пробовать. Потом камера падает, камера открывается, она, хо, вино, это Гоги, это Вано, приходите сюда, здесь классно, а я в говно там, да? Потом третий дубль, там, ба-бам, смотрите, дешевое вино, там, тут хорошо, фестиваль вина удался на славу, я напилась на халяву, всем спасибо, всем чмок и пока. По-моему, такие дохренища, видео, полный инстаграм, полный ютуб, ответьте мне. Там есть ответы на эти вопросы? Нету, там видео очень часто о блогере любимом, обо мне чудесном, как я классно поотдыхал, а кто ты такой? Почему я должен свое время тратить на тебя? Как это решит мою проблему? Я тоже хочу на этот фестиваль, я тоже хочу быть в говно, но я не знаю, как туда добраться, сколько это стоит, когда он проходит, где он проходит, вот ничего не знаю. Буду ли я смотреть себя дальше? Ответ – нет. А если у вас контент, который вы даете, который классный контент в этом случае, то люди на нас говорят, о, вы классные, вы дали интересный, качественный контент, вы молодец, а что у вас еще интересного есть? А теперь смотрите, в чем цимус. Если ваши ролики все построены по вот этому структурному, сценарному вопросу, у вас будет шикардос, вот гарантия. Теперь записали себе вопросы в этом же порядке, повесили себе на стену и кайфуйте. Попробуйте сегодня там пятница, конец рабочего дня, включите там условно любой интересный документальный фильм, вот любой, но не художественный, документальный, и посмотрите, как это все прямо структурно, независимо. Даже откроется документальный фильм о СССР, какой-нибудь там, не знаю, восемьдесят пятого года, какой-нибудь там, да, про стройку там, про Байкало-Амурскую магистраль, и вы увидите вот эту структуру. Для меня это было так просто, но так интересно. И вот, и любое коммерческое видео по вот этому шаблону, всегда независимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова